Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс». В студии Тахир Гафурова, спонсором нашей передачи, выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкуло прошел традиционный международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза, дочень Кула Шапокова. И сегодня мы вам расскажем об этих соревнованиях. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». «Спортплощадка» выступает Are you kidding me?» Субтитры сделал DimaTorzok Итак, во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел традиционный международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Дочинкула Шапокова. И сегодня мы вам покажем 4 боя с участием кыргызстанских спортсменов. На ваших экранах весовая категория до 54 кг. Здесь встретились Санджар Сейдакматов, представитель Кыргызстана, красный угол ринга и в синем углу ринга. Был представитель Узбекистана Худжаназар Нортаджеев. Санджар Сейдакматов является мастером спорта международного класса, ему 23 года, боксом занимается 10 лет, счет боям не ведет. Ну, мы видим, что пытается работать первым номером Санджар, занимает центр ринга, ну и контратаками, так сказать, Худжаназар Нортаджеев пытается набрать очки в свою пользу Узбекистанец. Ну, вот, довольно хорошо Санджар Сейдакматов видит картину боя, ну и, в принципе, на мой взгляд, более точно работает, достигает цели его удары. Ну и вот атака в исполнении Узбекистанца, но хорошо вот разрывает дистанцию кыргызстанец и набирает очередные очки. Санджар является победителем международного турнира памяти Виктора Асташенкова 2016 года, серебряный призер международного турнира памяти Бигзата Сатарханова 2017 года. Эти соревнования проводятся в Туркестане, в Казахстане. Чемпион Кургизской республики 2021 года. Ну и, кстати, в 2021 году Санджар остался в шаге от медали на чемпионате мира по боксу. Одолев эквадорца Мануэля Чусина и армянина Авахи Бадаляна, Санджар в бою за выход в полуфинал уступил французу Беллалу Беннама. Ну а если бы вышел в полуфинал, то как минимум бронзовая медаль у него уже была бы. Также Санджар является бронзовым призером международного турнира Белград-Венер турмомент 2022 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года. Довольно неплохо проводит первый раунд кыргызстанец и, на мой взгляд, поточнее в первом раунде был Санджар Сейдагматов и, по идее, должен первый раунд он выиграть. Тренируется Санджар Пад руководством заслуженного тренера Тургызской Республики Айкайката Абаева. К данным соревнованиям готовил главный тренер нашей национальной сборной Талагон Оу Данияр. Ну а мы давайте посмотрим наиболее интересные атаки первого раунда. Неплохая атака в исполнении Санджара и второй раунд финального боя весовой категории до 54 килограмм. Итак, Куджа Назар Нартажиев, представитель Узбекистана, он мастер спорта. 2004 года рождения, по-младшему он Санджара. Боксом занимается 8 лет, провел 63 боя, в 60 одержал победу. Является серебряным призером чемпионата Узбекистана 2021 года, а также чемпионом Азии среди боксеров до 22 лет. Тренируется под руководством Алишера Алимова. К данным соревнованиям подготовил Джал Алиддин Хайткулов. Ну и отмечу, что еще две категории было до этой весовой категории 54 килограмма. Так вот, в весовой категории до 48 килограмм победителем турнира стал Евгений Кармельчук из Беларуси, одолевший в финале каргастанца Анвар Джона Ходжиева. Ну, кстати, Евгений Кармельчук, белорусский боксер, является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Ну и в весовой категории до 51 килограмма золотую медаль завоевал казахстанец Кенджи Нураталы, который в решающем поединке выиграл узбекистанца Абдумажита Манопова. Ну, а мы смотрим второй раунд финального боя весовой категории до 54 килограмм. По-прежнему Санджар Сейдакматов пытается работать первым номером, входит в Клин Чузбекистанец, но бой продолжается. Стоит отметить, что в этом году международный турнир в памяти Дущенкула Шапокова отметил, так сказать, свой 45-летний юбилей. 45-й турнир прошел в этом году, ну и в принципе, можно сказать, прошел он на довольно высоком уровне. В настоящее время Федерацию бокса Кыргызской Республики возглавляет Омбеталы Кадралеев. Ну и вот благодаря работе президента Федерации и сотрудников, вице-президентов Федерации, и в этом году турнир прошел при помощи, так сказать, президента Международной Федерации бокса, ибо Умара Кремлева. Еще в прошлом году Умар Назаревич приезжал в Кыргызстан, в Бишкек. Наш президент Федерации бокса, Омбеталы Кадралеев, с ним встречался. Ну и вот, в принципе, тогда уже была договоренность о том, что вот этот турнир памяти дочинкула Шапокова Умар Кремлев поможет провести. Ну, в принципе, так и получилось. Приехала из Москвы, так сказать, российская бригада и помогла. Вот, вы видите, как красочно оформлен был зал Дворца спорта, где проходили поединки. Помогла вот российская бригада и в оформлении, и в расписании турнира. Ну, вообще, все было организовано на высшем уровне. Также призовой фонд выделил Умар Кремлев 40 тысяч долларов. Так, победители турнира получали 1400 долларов. Серебряные призеры 700 долларов. И по 400 долларов получали бронжевые призеры турнира. Итак, третий раунд финального поединка весовой категории до 54 килограмм. Вновь Санджар Сейдакматов прижимает канатом узбекистанца. Входит в клинч Худжаназар Налтаржиев. Но, так сказать, отходит на дистанцию Санджар и затем начинает атаковать. Имеет небольшое преимущество в росте узбекистанец. Поэтому Санджару нужно работать на ближней дистанции, что он прекрасно делает. Начинает с дистанции и потом резко дистанцию сокращает и наносит довольно точные удары. Видимо, подустал немного узбекистанец. Опускает он уже руки. А Санджар Сейдакматов продолжает атаковать. Вообще, можно сказать о том, что в этом году у боксеров довольно много крупных соревнований. Во-первых, это чемпионат мира по боксу, который пройдет в мае месяце в столице Ульбекистана, в городе Ташкент. Ну и затем, наверное, для, по крайней мере, наших боксеров, я имею в виду не только каргастанцев, а азиатских боксеров, так вот, наверное, главный старт будет азиатские игры. Второй нокдаун отсчитывает Фуджа Назару Нуртаджиеву. Два раза он побывал в нокдауне уже и бой продолжен. Ну так вот, почему азиатские игры, наряду с чемпионатом мира, являются основными стартами. Они также, как бы, проходят раз в четыре года и еще называются, как бы, азиатскими олимпийскими играми. Но дело в том, что в этом году азиатские игры для боксеров станут лицензионными. То есть на азиатских играх боксеры смогут завоевать путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париж. Итак, завершен у нас финальный бой весовой категории до 54 килограмм. Мы еще раз смотрим атаки в исполнении Санджара Сейдакматова. В принципе, довольно хороший поединок он провел. И будем надеяться, что на предстоящем чемпионате мира Санджар, так сказать, покажет все, на что способен. И, в отличие от прошлого чемпионата мира, он выйдет как минимум в полуфинал. Итак, победа Санджара Сейдакматова. Следующая весовая категория до 57 килограмм. Здесь встретились Санджарбек Вахобов. Узбекистан в красном углу ринга и в синем углу ринга был представитель Кыргызстана Ислам Тарабаев. Ислам является мастером спорта. 2002 года рождения он. Боксом занимается 8 лет. Счет боям не ведет. Ислам является чемпионом Кыргызской республики. 2022 года. Победитель международного турнира памяти Дочангула Шапокова. 2022 года. Победитель международного турнира памяти братьев Арзиевых 2022 года. Бронзовый призер чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет 2023 года. Тренируется Ислам Тарабаев под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бишина Саботарова и Аделета Саботарова. Узбекистанец Санджарбек Вахобов. Также мастер спорта. Ему 23 года. Боксом занимается 9 лет. Провел 76 боев. В 69 из них одержал победу. Является бронзовым призером чемпионата Узбекистана 2022 года. Ну и можно отметить, что в категории до 60 килограмм финального боя не состоялось ввиду травмы Монгола Хархуна Энг Амара. И в итоге первое место занял узбекистанец Мирхамил Саитохунов. Ну а мы смотрим финальный поединок в категории до 57 килограмм. Ну вот, как я уже сказал, на азиатских играх будут разыгрываться путевки в Париж на Олимпийские игры. За всю историю проведения азиатских игр у нас было 4 призера. В 2002 году на азиатских играх в Бусане бронзовыми призерами были Талайбек Кадаралиев и Алексей Катулевский. В 2014 году бронзовую медаль на азиатских играх в корейском Инчхоне завоевал Турат Осмонов. И в 2018 году в Индонезии, в столице Индонезии, Джакарте, бронзовым призером азиатских игр стал Азат Усиналиев. Но в принципе, в настоящее время у нас команда довольно молодая, перспективная. И будем надеяться, что удастся нашим боксерам, хотя бы в некоторых весах, завоевать путевки на Олимпийские игры в Париж. Ну, конечно, первым таким стартом, где нужно будет доказывать свою, так сказать, мощь и силу, это чемпионат мира, который пройдет в мае месяце в Ташкенте. Ну, а мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Довольно равный, по-моему, раунд первый был. Ну, не знаю, кому отдадут предпочтение судьи в первом раунде. И мы смотрим вторые три минуты финального боя весовой категории до 57 килограмм. Пока на чемпионатах мира по боксу у нас медалей нет. Вот единственное, в 2021 году три наших боксера вышли в четвертьфинал, но свои четвертьфинальные поединки проиграли и таким образом остались вне пьедестала. И будем надеяться, что в этом году результат будет намного лучше. Ну, как любители спорта знают, почему чемпионат мира не лицензионный у нас, хотя раньше всегда путевки на Олимпиаду разыгрывались на чемпионатах мира по боксу. Дело в том, что любители бокса также это знают. Непростые отношения у Международного Олимпийского комитета и Международной Федерации бокса, ибо которую возглавляет Умар Кремлев. Если вот в Токио отбор проводил Международный Олимпийский комитет, то на эту Олимпиаду, видимо, тоже так будет. Ну вот, первый отбор у азиатов будет на азиатских играх. Ну и, соответственно, это будет по континентам, на европейских играх, на панамериканских играх, на африканских играх пройдет отбор боксеров на предстоящий турнир, олимпийский турнир по боксу в Париже. Ну и еще один турнир будет на континентах, это континентальный турнир. То есть два турнира будут, на которых смогут завоевать путевки боксеры. Это вот у нас будут азиатские игры и континентальный азиатский турнир. Так, идет обмен ударами. Тоже довольно такой арабный поединок. Входит в клинч Сандарбек Вахобов и пытается Ислам Тарабаев нанести ответные удары, провести ответную атаку. Но, по-моему, второй раунд узбекистанец действует более точно. Кстати, вот действующий президент Международной Ассоциации Бокса, россиянин Омар Кремлев, был избран на должность президента Международной Федерации Бокса в 2020 году. Ну, сначала он, конечно, занял пост генерального секретаря Федерации Бокса России. Это было в 2017 году. В ноябре 2018 года он вошел в Госполком Международной Ассоциации Бокса. А вот в декабре 2020 года его избрали президентом ИБА. Ну, и действующий президент Международной Ассоциации Бокса, россиянин Омар Кремлев, по итогам внеочередного конгресса, который состоялся в мае 2022 года в Стамбуле, был переизбран на новый срок. Кстати, он был единственным кандидатом на выборах, так как кандидатура голландца Бориса Вандерферста была признана недействительной по причине нарушений правил ИБА из-за его участия в другой международной боксерской организации. Ну, а у нас идет заключительный третий раунд финального боя в весовой категории до 57 кг. Довольно интересный поединок мы с вами наблюдаем. Ну, конечно же, можно сказать о том, что я, кстати, не говорил, то, что в этом турнире приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Кореи, Монголии и Белоруссии. Ну, и Кыргызстана, соответственно. И, в принципе, довольно сильный состав участников был. Белорусы первых номеров привезли, монголы и корейцы также приехали первыми составами. Ну, а казахстанцы и узбеки, узбекистанцы приехали не основными составами вторыми, но так как в настоящее время узбекистанская и казахстанская школы бокса входят, наверное, в пятерку в мире, там разницы нет, второй номер приехал, первый или третий, четвертый, потому что очень много в этих странах боксеров в каждой категории, которые довольно сильные и, в принципе, могут показывать результат на международной арене. Вот, поточнее, по-моему, в третьем раунде действует Ислам Тарабаев. Вот мы видим, идет обмен ударами, входит клинч Сандзарбек Бахобов. Подустали уже немного спортсмены. Ну, и также можно отметить, что на Олимпиаде в Токио боксерские соревнования прошли в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти, у женщин, а вот на играх с 2024 года в Париже общее количество комплектов медалей останется без изменений, и, однако, у мужчин будет на одну весовую категорию меньше, а у женщин, наоборот, на одну больше. Итак, завершен у нас финальный поединок весовой категории до 57 килограмм. Мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Ну, и в итоге победителем традиционного международного турнира по мете Дочин Кула Шапокова становится Ислам Тарабаев, представитель Кыргызстана. Следующая весовая категория до 63,5 килограмм. Здесь встретились Фариазбек Хакимов, представитель Узбекистана. Он в красном углу ринга и в синем углу ринга. Жан Тараташиев, Кыргызстан. Узбекистанский боксер является мастером спорта. Он 2002 года рождения, боксом занимается 10 лет, провел 85 боев, 80 из них одержал победу. Является бронзовым призером чемпионата Узбекистана 2022 года. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Узбекистана Тагонова и Хусанова. Соперник узбекистанца Жан Тараташиев, также является мастером спорта. И также он 2002 года рождения. То есть Хакимов, Фариазбек и Тараташиев Жан Таро родились в один год, в 2002. Боксом Жан Таро занимается 8 лет, счет боям не ведет. Является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2021 года. Серебряный призер международного турнира памяти Душен Кула Шапокова 2022 года. В прошлом году Жан Таро в финальном поединке уступил узбекистанцу Лазер Беку Фатоеву. И вот он вновь в финале турнира Шапокова встречается с узбекистанцем, правда с другим. Но тем не менее можно взять реванш у узбекистанцев. Также Жан Таро является бронзовым призером чемпионата Кыргызской республики 2022 года. В полуфинальном бою в прошлом году Жан Таро Тарашиев уступил Аскату Култаеву. Тренируется у Жан Таро под руководством Нелеса Мамедова. Ну и сразу отмечу, что в весовой категории до 67 килограмм на верхнюю ступень, где и стало, поднялся Жавлан Бек Юрдошев, одолевший в финале кыргызстанца Жакшулыка Таро Айбекова. В весе до 71 килограмма финального боя не состоялось из-за травмы Рустан Беку Иолину Радина. И победителем турнира стал его соотечественник кыргызстанец Эльдар Тургубаев. В категории до 75 килограмм в решающем бою за первое место встретились два кыргызстанца Дамер Генуу Данияр и Даниэль Адрахманов. В итоге победу одержал Данияр. И в весовой категории до 80 килограмм первое место, одолев кыргызстанца Бек Джиги Павлова Мурбека, занял наш гость из Белоруссии Алексей Алферов. Кстати, белорусский боксер Алексей Алферов является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Ну вот, как я уже говорил, белорусы приехали основным первым составом и вот два призера мира в составе было. А у нас завершен раунд и мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров. Вот мы видим хорошую атаку в исполнении Жантарата Шиева, довольно точную, набрал здесь положенные очки, поточнее работал в первом раунде, на мой взгляд, кыргызстанец, и вторые три минуты финального боя в весовой категории до 63,5 килограмм. Ну, если говорить об Олимпийских играх, об истории участия боксеров на этих самых важных стартах четырехлетия, то можно напомнить, что на Олимпийских играх 1996 года в Атланте выступало три наших боксера. Это Сергей Копенкин, Рубик Косенов и заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира Андрей Курнявка. Нокдауни оказался Жантарота Шиев, но в принципе ничего страшного не произошло, отсчитали ему положенное время и бой продолжается. И как любители бокса помнят, в 1996 году Андрей Курнявка в первом же бою встретился с Феликсом Савоном. Ну и не сказать, что он прям так сильно проиграл. Первый раунд Андрей даже выиграл, но в итоге победу все равно одержал Феликс Савон. Хотя, на мой взгляд, это должен был быть финальный бой. Ну и вот так сложился Жремий. На 27-х Олимпийских играх в австралийском Сиднее мы имели самое большое для нас боксерское представительство. Тогда под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Сейсбека Кульмашева на Сиднейский ринг выходили Талайбек Кадралеев, Алмазбек Раенкулов, дошедший до четверть финала и уступивший мексиканцу Кристиану Бенитосу, а также Норбек Касенов, Алексей Катулевский и Владислав Бизельдер. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах выступили два кыргызстанца Асалбек Талазбаев и чемпион мира среди молодежи Айбек Абдымамунов. В 2008 году на Пекинской Олимпиаде нашу школу бокса представлял только Асалбек Талазбаев, воспитанник Каннского заслуженного тренера СССР и Кыргызстана Геннадия Федоровича Аноприева. На Олимпийских играх в Риа-де-Жанейро принял участие один наш боксер Адалбек Лу-Эркин. А вот на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2020 года в Токио наши боксеры участия не принимали. Итак, близится к завершению второй раунд финального боя и весовой категории до 63,5 килограмм. После нокдауна, по-моему, включился Жан Тарал Ташиев. И второй раунд завершен. Ну и мы давайте посмотрим наиболее интересные атаки на исполнении спортсменов. А вот здесь вот тот момент, когда нокдауне оказался кыргызстанец. Но, тем не менее, я сумел собраться с Жан Таро. И в итоге мы смотрим заключительный третий раунд финального боя весовой категории до 63,5 килограмм. Вот в третий раунд бросился его атаку Жан Таро Ташиев. Старается работать первым номером. Занимает центром ринга. И, в принципе, первые его атаки достигли цели. Набирает потихоньку Жан Таро Ташиев очки. Ну и надо, как бы, действовать поосторожнее. Идет огненный баррель. В принципе, узбекистанец тоже попадает в царе Азбек Хакимов. Ну и здесь, получается, кто-то его перебьет. Но, тем не менее, нужно, Жан Таро Ташиеву, как-то собраться и действовать более осмотрительно. Но я, наверное, назову обладателей бронзовых медалей. Я имею в виду представителей Кыргызстана. Так, бронзовыми призерами 45-го юбилейного международного турнира по боксу в памяти героя Советского Союза Душин Кула Шапокова встали. В весовой категории до 48 килограмм Жениш Илпатов. В весе до 63,5 килограмм Эхтиярнишанов. В категории до 67 килограмм Элзак Сатаркулов. В весе до 75 килограмм Султан Асанкул Оулу и Садимис Атебелды Оулу. Два каргустанца стали бронзовыми призерами. В весовой категории до 80 килограмм Азамат Усенов завоевал бронзовую медаль. В весе до 86 килограмм Банеяр Аразбеков. В категории до 92 килограмм Бакут Каттасон Оулу. И весовой категории свыше 92 килограмм Два каргустанца стали бронзовыми призерами. Это Сапарбек Саипов и Адлен Абигин Оулу. финальный поединок весовой категории до 63 с половиной килограмм довольно неплохо в третьем раунде показывает себя жанта рота шериф вновь идет в атаку идет обмен ударами размашисто действует у дагестанец по-моему джан таро действует поточнее ну и кстати на вот этом турнире по боксу были экзамены судейского корпуса это впервые вот проводились экзамены у нас на турнире шапокова приехали представители федерации принимать экзамены не можно было повысить так сказать свою квалификацию но в этом поединке победу одержал жан таро ташиев и заключительный поединок точнее мы вам покажем третий раунд финального поединка весовой категории до 86 килограмм где выступал одолбеку луэркин он в красном углу ринга и соперником маркина в этом поединке был сам андар джаволов из узбекистана одолбеку луэркина уже прекрасно любители бокса любители спорта взломает это можно сказать ветеран нашей команды он является по моему десятикратным чемпионом кыргызстана трехкратный серебряный призер международного турнира шапокова бронзовый призер чемпионатов азии 2019 2021 и 2022 годов участник олимпийских игр 2016 года кстати в прошлом году на аналогичном турнире одолбеку луэркин стал серебряным призером уступив финале казахстанцу мадия миром в этом году луэркин стал победителем международного турнира боско истван мемориал венгрии и бронзовым призером в белграде на международном турнире белград венер тур момент тренируется эркин под руководством юрия гава и катабаева даниэра за субалиева но и в сборной соответственно одолбеку луэркин тренируется под руководством талагунову даниэра самандар джалолов узбекистан мастер спорта ему девятнадцать лет боксом занимается восемь лет правил 75 боев 68 из них одержал победу является бронзовым призером чемпионата узбекистана 2022 года ну и можно сказать о том что весовой категории до 92 килограмм золота турнира завоевал владислав самаликов из беларуси который в финале одолел кардистанцев токтосунул бакета и в категории свыше 92 килограмм победителем турнира стал представитель монголии халибин кур одолевший в финале элчаро олу у амадбека из кардистана но у нас завершён поединок весовой категории до 86 килограмм и в итоге победу в этом поединке и соответственно звание чемпиона победителя турнира завоевал агенбек олу эркин мы желаем нашим боксерам успешного выступления в этом году на чемпионате мира и азиатских играх а сегодня у нас гостях вице-президент федерации бокса кыргызской республики семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов орзубек назаров здравствуйте орзубек прошел у нас традиционный турнир по боксу памяти героя советского союза дышангула шапукова ну и наверное можно вашем лице поздравить федерацию на очень высоком уровне прошел турнир как вообще в этот раз организовывался он добрый день тахир во первых приятно что пригласил на передачу до турнир прошел на должном уровне особенно если смотреть его по телевизору на была хорошая картинка я думаю что он уйдет и в youtube и в интернет-сети и это будет в общем-то так он смотрится очень хорошо ну и наверное самое главное все это конечно все да это антураж самое главное качество турнира да казахи приехали неплохим составом не первым конечно да и узбеки не первым составом приехали но сегодня и избе к казахская школа бокса Jenn in auf на самом пике там в тройке в четверке они лучшие боксеры мира и поэтому там что первый что пятый боксер приедет они примерно 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 одинаково поехал дальше поехали очень хорошая очень хорошая команда приехал к команду белоруссии Это приехал как раз состав, который у них был запланирован турнир. И он очень четко подходит к чемпионату мира, который будет в мае в Ташкенте. Они провезли первый состав. Монголия приехала тоже первым составом. Поэтому турнир получился такой, какой должен. Ну, наверное, нужно отметить, кто помог провести турнир. Ну, да. Начнем с, конечно, турнир традиционный. Он всегда, самая главная ответственность лежит на Федерации бокса Кыргызстана. И совместно с, ну, сегодня это Министерство культуры и Департамент спорта при Министерстве культуры. Это наша обязанность. Мы ее каждый год проводим. Наверное, все-таки надо, Федерации бокса надо, так как я тоже участвую, Федерации бокса надо отдать должное. Потому что не так много осталось тех традиционных турниров, которые сохранились с Советского Союза. И вот на сегодняшний день мы, Федерация, во главе с Умбитолея Токтор Ильичем Кадырлеевым также приложили максимум усилия. И, а там, провелись переговоры. И прилетели представители президента ИБА, Умара Кремлева, Умара Назаровича Кремлева. Ему тоже большое спасибо. Потому что он сейчас по регионам, не только Советского Союза, и по регионам мира, очень сильно уделяет внимание боксу. Помогает финансово, помогает технически, помогает организационно. И, в общем-то, это очень большая поддержка, очень большая помощь. Ну, я могу сейчас официально поблагодарить его за то, что, да, даже за то, что была команда, которая технически нам помогла. Даже в этот раз, чисто в организационном плане, бои были четко поставлены, по сессиям сделано это все. Хотя было почти 150 участников, и не было перекосов по боям. Здесь вот они нам помогли. Ну, и сам в плане того, что призовой фонд был выделен Умар Назаровичем, Кремлевым, это тоже большого стоит. Ну, а вся остальная организационная работа, все это, конечно, ложится на плечи федерации. И вот сейчас вот турнир проходил в марте, обычно он в январе проходит. И были накладочки финансовые. В этот раз департамент физико-культуры и спорта очень хорошо помог. Вовремя все выделили с гостиницами. Да, были небольшие пробелы, но это чисто рабочие моменты, которые по ходу сразу сглаживались, все было хорошо. Ну, в этом, наверное, и сказывается большая работа федерации. То, что сумели договориться с Умаром Кремлевым. И, кстати, он в прошлом году же был у нас в стране с визитом. Да, он прилетал. Есть планы, есть планы пока, ну, пока... В секрете поддержим, да? Даже не в секрете, а не в перспективе, в реальной перспективе. Дай бог Умар Назаровичу здоровья, да? В ближай, в перспективе это база, спортивная база. Где она будет находиться, мы сейчас вот смотрим локацию, где это будет находиться. А, в принципе, работа идет, работа федерации с ИБАС, с Всемирной боксерской ассоциацией, с Федерацией бокса России, других стран. В принципе, работа идет. Слава богу, мы оживаем, оживаем. И это немаловажно. Сейчас осталось полтора года до Олимпиады. Но тут не оживать нельзя. По итогам турнира, как вам наша сборная? Ну, сам факт того, что в финале было 13 киргизских боксеров, в общем-то, это уже факт. Это говорит о том, что бойцы подошли, неплохо подошли. Но, конечно, я не буду кривить душой, потому что есть там пару боксеров, я не буду назвать их фамилии, которые, как у нас говорят в боксе, устроились в первом бою. Можно это, конечно, отнести на судейство, можно отнести на чего угодно. Но кому руку подняли, тот и выиграл. А это говорит о том, что, в общем-то, значит, где-то все-таки есть недоработки. И мы просто очень хотели, проводя такой серьезный турнир, вкладывая такую массу денег, да, хочется, чтобы ребята дома провели 3-4 боя и, ну, набрались опыта и психологического, и физического. Но здесь вот пару бойцов нас расстроили. А здесь еще очень большое преимущество было на этого турнира. Все-таки федерация добилась того, чтобы на этом турнире проходили квалификации судей. И судей, у кого, вы знаете, у нас есть одна, две и три звезды, да. Вот так судьи, кто имели одну звезду, могли здесь получить вторую звезду. И от Кыргызстана было 12 судей заявлено. Все они здесь вот на Шапоку участвовали. Они сдавали и теоретические экзамены, и практические экзамены на ринге. Может быть, вот это вот судейство и было. Где-то люди, наверное, перед экзаменем мандражируют. Может быть, вот эти вот погрехи и были. И вот, в принципе, сейчас пока результат не знаем, они уехали, сказали где-то в течение месяца дадут результат. Ну, я думаю, там наши судьи получат свои заветные звезды вторые. И тут приезжали и казахи были, и узбеки приехали за звездами. Поэтому для мира бокса квалификация, не каждый турнир может повести квалификацию. Говорят, в этом году на азиатских играх будут лицензии для боксеров разыгрываться. Как вообще на самом деле сейчас обстоит с путевками в Париж? А, значит, в мае месяце, в начале мая будет чемпионат мира среди боксеров-любителей. Он пройдет у нас здесь рядом, в нашей близкой, дружественной стране, в Узбекистане. Я думаю, это будет очень большой праздник. И единственное, что, конечно, нас огорчает, то, что предолимпийский чемпионат мира, он оказывается не лицензионным. Как это раньше мы привыкли, это уже второй раз подряд. В 2019 году было в Екатеринбурге, был чемпионат мира. Он тоже был не лицензионный, по каким-то своим соображениям МОК не дал. Ну, есть вот сейчас вот это противостояние МОКа и ИБА. И в этом году, в общем-то, чемпионат мира будет просто чемпионат мира. Да, а лицензионные турниры будут два. Азиатские игры, раз, азиатские игры, и еще азиатские игры, раз, и два турнира. А, еще континентальные, наверное. Да, 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 на каждый континент дается два турнира. Вот у них, допустим, панамериканские игры будут, европейские игры будут, азиатские игры будут. И плюс к каждому играм еще один турнир в какой-то из страны, там, Европа, Азии будет проводиться. Так что, ну и скорее всего, потом это еще будет по набору баллов. Сейчас тоже как в дзюдо, как в других видах спорта, от того, в каких турнирах участвовал, какие места занимал, за каждый турнир класса А начисляются очки. И эти очки суммируются. Если даже человек не прошел где-то здесь, он может по очкам добрать и попасть на Олимпийские игры. По рейтингу, да? По рейтингу, да, он может попасть на Олимпийские игры. Ну, есть такие шансы, но я думаю, мы до этого доводить не будем. В общем-то, по крайней мере, из наших ребят где-то пять, которые достойны. Достойны, прям, ну, это зависит уже от меры подготовки и насколько тренера смогут подвести именно к тому или иному турниру. Госпожа, удача! В принципе, шансы всегда есть. Да, нет, здесь можно сейчас реально сказать, что порядка пяти человек у нас реально могут претендовать попасть на Олимпийские игры. Просто у нас за всю историю на Азиатских играх всего четыре призера. Да, но посмотрим, посмотрим, что получится дальше. Так что вот тут как бы такие планы сейчас. Что еще именно у федерации, не у сборной команды, а в планах у федерации? Ну, вот я еще с федерацией не разговаривал. В общем-то, есть предложения, вот два предложения. На май месяц это турнир Короткова. Это очень сильный турнир, тоже традиционный. По-моему, тоже в районе 42 турнира уже прошло. Тоже с хорошим призовым фондом, с хорошим, так же ребята встречают, все хорошо. Ну, я думаю, что два-три боксера мы туда повезем. Также, вот сегодня буквально был звонок Забайкальский федеральный округ, президент Забайкальского федерального округа, Дмитрий Сергеевич, он сделал приглашение на матчевую встречу. Четыре команды, я думаю, будет это очень интересно. Четыре команды, там они хотят Китай, Монголия, Россия и Кыргызстан пригласить. Я думаю, что мы потом, наверное, будем разговаривать. Надо уже будет, может быть, даже те, кто молодые ребята, тех обкатывать. Обкатывать и смотреть, что получится. Там опять же, есть еще в планах, конец августа приглашают на сборы и также провести матчевую встречу. Это Россия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Узбеки, вот эти четыре страны, полностью провести сбор. Это в, сейчас забыл, как называется эта база, рядом в Кимерской области, с Алоники, что ли, как так вот как-то называется. Очень хорошая база, вот ребята приглашают. Туда, наверное, съездим. Ну и вот теперь будем готовиться к азиатским играм. Это основное мероприятие в этом году, в котором мы должны проявить себя. Так, в принципе, вот сейчас, вот даже посмотреть Паша Бокова, спасибо спонсорам, я сейчас не буду их называть, может, кого-то забуду. Спасибо спонсорам, это работа Федерации бокса, в том числе президента Федерации бокса, что нашли спонсоры, нашлись люди, которые, если сейчас посмотреть, в принципе, и красочность была хорошая, и телевидение было, и, соответственно, у ребят уже совершенно другой настрой, потому что они видят, что уровень поднялся, надо выступать на уровне. Вот такие ближайшие планы, да, ну, а самый главный старт – это Олимпиада, но перед Олимпиадой два турнира очень ответственных, вот к ним будем готовиться. Ну что ж, желаю удачи, Розубек, удачи нашим ребятам на майском чемпионате мира. В прошлый чемпионат мира в шаге мы дали трое наших боксеров, уступили в четвертьфинале, да, в шаге. И надеемся, что в этом году повезет больше. Ну и в завершении разговора вот можете что-нибудь сказать. Ну, дорогие друзья, во-первых, я, как бы, в заключении разговора хочу всех поздравить с праздником. Тут Роза, сейчас хора зайдет, тема добра, тепла в домах, наверное, даже тепла в голове, самое, в голове и в сердце, да, этот, во-первых, все уже, Роза Котболсон. Ну, хочу пожелать, как я всегда и говорю, здоровья и удачи. Остальное все должно быть с нами, хорошего настроения. Все, спасибо. У нас в гостях был вице-президент федерации бокса Каргызской республики, семикратный чемпион мира среди боксеров, профессионалов, Розубек Назаров. Спасибо, что пришли, до свидания. Спасибо, спасибо. Все хорошего. А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спорт Клуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Для самых юных любителей спорта здесь предусмотрены такие направления, как художественная гимнастика и дзюдо. А вот для тех, кто постарше, в Карвин Спорт Клубе есть такие виды единоборств, как бокс и кикбоксинг. Придя к нам, вы сможете научиться азам этих видов единоборств. Ведет занятие тренер по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборством, кандидат в мастера спорта Бахтияр Нурматов. Занятие боксом – это не только функциональная подготовка, но и развитие гибкости, координации, скорости принятия решений, психологической устойчивости. Также бокс благотворно влияет на дыхательную и на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, занятия боксом делают человека в разу сильнее как в физическом плане, так и морально. А в настоящее время боксом увлекаются не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб – фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Атмос с ошеломительным звуком. Дурдой Плаза. Погрузись в другую реальность. Атмос с ошеломительным звуком. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания. До следующих выходных. Субтитры подогнал «Симон»!